друзья всем привет приветствую вас на канале сегодня хотела сделать маленький обзорчик по покупкам короче вчера мы с дочкой поехали в т.д. макс зашли туда но хотела думала перед отъездом посмотреть что-нибудь такое к весне в себе но вообще ничего не нашла но все равно что-то там конечно себе купили ну и сейчас я просто покажу что купили рядом зашли там большой магазин доллар доллар 3 долларовое дерево и недавно там поднялись цены раньше все было по доллару а сейчас доллар и 25 центов на 25 процентов в общем ну и в т.д. макси зашли бывает иногда зайдешь прям а это хочется это хочется того полно того полно а этот раз что-то мы ничего особого такого не увидели обуви было как-то мало ну там какая-то мелочь ко дню святого там валентина весенний мало одежды но в общем я в принципе по поездкой осталась недовольна но дочка кое-что купила но сейчас расскажу и покажу так вот она купила вот такие куртки и ветровки две штуки разные смысле размер картелка здесь рисунок николодиум я конечно себе бы наверно не взяла но наверное всего своего возраста не знаю или я такая в общем это такая ветровочка непромокаемая вот такая вот подкладочка на сетке тоненькая но уже такую погоду здесь наверно вагаю это где-то наверно носить в апреле она идет с капюшоном компания мэмбар соунли в общем а здесь сюжет мультики из николодиума ну в общем она взяла их две расцветки ну чтобы дома померить здесь вот что хорошо что можно допустим вещи домой взять там померить перемерить и допустим поехать в течение месяца это можно что-то сдать ну естественно не носить а померить там если тебе не нравится передумал и в общем вот такая вот яркая смотрите как сзади такой рисунок вот это с мультфильмов николодиум вот но она ей очень понравилось она говорит о это мое как говорится детство но она молодая чтобы я не носить принесли домой естественно внучки тоже очень понравилось хотя мультфильмы это не ее возраста но она уже собралась их посмотреть заодно вот и она кстати выбрала вот эту куртку но они договорились что будут носить по очереди но маме чуть поплотнее дочки чуть посвободнее будут носить вдвоем в принципе то и то же школу вот такая вот и вторая рассветочка сейчас я вам покажу кстати вообще это не дешевая по моим понятиям вообще цена космическая стоит эта куртка 40 долларов 39 99 40 долларов но еще плюс налог 40 получается 3 доллара вот взяла на две куртки но типа с таким условием что дома померят может быть одно вернет но я так поняла ни одно возвращать не будут на пойдет софии 2 пойдет рады так и вторая куртка тоже самый размер думали размеры не сильно отличаются l и допустим xl это размер вот тоже это с не колодим но рисунок другой яркий здесь уже такой беленький подкладик на одной черненький на другой беленький размер одинаковые вот это я так поняла дочки но будут носить скорее всего по очереди на такую теплую погоду я не знаю кто спанчбок наверное вот я если честно вы не взяла но не взяла я бы даже не заметила это вообще бы даже не заметила как бы ну другое поколение другой возраст так и еще дочь себе взяла вот такие кофточки это ее любимый вариант здесь по плечу сплошные дыры то есть она вот держится вот на этих вот вот на этих штучках рукав летучая мышь рукав три четверти какая компания я не знаю размер l стоит она 19 99 20 долларов цвет фукси взяли 3 цвета 3 цвета но с таким условием ей хорошо она стройна все при ней как говорится ей можно это носить но я не взяла себе потому что вот эти вот плечи я не люблю голые но и мне уже оголять как-то ну не по возрасту я считаю что мне не по возрасту я не могу слишком я уже критично отношусь к своему телу вот и поэтому я ну как бы это не мой вариант это ее любимый вариант она взяла вот этот цвет фукси ей очень так взяли три цвета чтобы как говорится определиться какой идет какой не идет вот этот цвет я сама люблю ярко такой синие в молодости я его любила и потом какое-то долгое время когда я была еще такая прям конкретно полная я носила в основном черный а сейчас сейчас он не опять нравится я сейчас у меня есть вещи такого цвета но вот эти же все рукава та же самая цена тот же самый размер 20 долларов грубо говорим тогда ну померила она прекрасно цвет фукси прекрасно синий цвет прекрасно ну и черный ну черный то же самое вот так она смотрится кстати трикотажик такой мягкий не сильно плотный очень даже приятный но если был бы фасончик подходящий я бы может быть что-то бы себе взяла но фасончика не было подходящего я как говорю вообще выбор был не ахти какой не ахти вот ну померила она черный цвет естественно ей прекрасно все естественно но вот это можно на постоянку носить я так поняла что это тоже сдаваться не будет дальше так что получилось три цвета три кофты она себе взяла по 20 долларов но вы знаете если есть что-то нравится и подходит то она может взять разные цвета какой-нибудь одну модель вот и носит бывает что ей нравятся годами так единственное что я взяла я взяла внучки вот такой вот подарок такие трусики томми хельфегер здесь их пять штук и уже они по скидке они сначала в тиджи максе стоили вот 18 долларов сейчас я купила их за 12 долларов разные расцветки розовые серенькие там вот этот вот голубенький и темненькие вот в общем вот это я взяла можно сказать для внучки как подарочек на день святого валентина вот так ну трикотажик такой мягенький и хлопок и хлопок вот они недавно брали вот сейчас модный такой шелковистый такая голая синтетика скользкая как холодок ну такое честно сказать хотя а муж какая-то фир в общем хэбэшные трусики такие невысокие типа шортики не шортики томми хельфегер так вот а себе купила бюстгальтер сейчас покажу и так себе значит я купила бюстгальтер но друзья пока я как говорится тут примерки все такое я куда-то забесила плечики в общем так размер xl что это означает 38 cd или 40 b в общем вот такой вот я взяла размер и он не подошел просто отлично я сейчас люблю конечно эти спортивные но они меня бесят что вот эти чашечки при стирке они там все сбиваются они вытаскиваются их каждый раз надо поправлять меня вот это бесит до невозможность а вот этот во-первых ну сзади борцовка во вторых он сделан на замочке вот спортивный да впереди что удобно они борцовку эту вечно пялить вот это раз а во вторых вот здесь вот эти чашечки именно сделаны чашечки их не надо без косточек естественно и эти чашечки не будут ни туда не сюда вот самая хорошая покупка вот прям вообще я сто лет искала этот бюстгальтер лямки регулируются вот но я очень-очень рада он не подошел вот правда цена у него ребят 15 долларов но не пожопилась и купила рада говорит что лаяр это вот хорошая компания она уже не единожды брала его спортивный в общем и вот чем я довольна вот единственная покупка которую я взяла лично для себя я очень довольна хотела еще посмотреть там какие-нибудь лосинки что-то такое но ничего подходящего не было были какие-то или толстые или в общем мне не нравились или фасон не раз так что я себе ничего не купила ни футболок ничего единственно купила бюстгальтер вот так теперь что еще по покупочкам душка купила ну любитель коробочек во первых она фотограф во вторых это коробка на магните идет для фотографии ну и вот другой раз может быть может быть для своих фотографий может быть знаете вот когда она делает фотографии для кого-то то как можно преподнести в коробке будет хорошая хороший презент и хорошая реклама засеете все с фотоаппаратами связано так моли rx компания мы дан чайна стоит 6 баксов я конечно не взяла но но у американцев другие заработки и другие как бы так теперь показываю что дочка взяла себе мы же люди восточные смотрите так вес кому-то какой-то вес кому-то стоит 13 долларов и это ремень цепочка ремень тяжелый качественный очень такой хороший смотрите какая цепяра цепяра там прям померили сидит отлично ну на платьюшко на какой-нибудь там черненькая да такое и все вот такое украшение золото мы любим мы же выходцы вот видите здесь такой брелочек в общем вот такое вот она купила опять же купила два два не одну а два и вот такой вот она купила майкл корс тоже вот этот более изящный ну тут тоже богато смотрится прям отлично тот мы сразу схватили сначала это нам больше нравится но и вот этот смотрится хорошо вот он майкл корс везде майкл корс и стоит он кстати дороже тут 13 а это 17 долларов но я бы конечно тоже не взяла очень дорого единственное что там были были кожаные сумки но сумки о им были дорогие до 100 долларов но я не знаю посмотрели посмотрели да пошли дальше в общем два ремня она купила это теперь надолго эти значит они не облезут в общем вот так сложу вот в эту коробку чтоб не болтались теперь что она купила ну вот такую вот у нее есть восточная комната так распутываем восточная комната мы же все таки как бы с казахстана ездили отдыхать в турцию ездили в китай ездили в эмираты естественно склонность у нас все равно к востоку как говорится ой ребят я извиняюсь за задержку тут все вот эти вот цепочки они поперепутались в общем это купила она в свою комнату в восточную я иногда делал обзор из восточной комнаты вот такая вот штука вот такой вот глазик с такими вот цепочками вот это вот ерундушка кстати тоже 17 долларов стоит вот ну по 10 на стенку там у нас мандалы висят ее картины висят там репродукции с турции висят там в общем много чего висит и поэтому как бы оно все в тему восточном стиле много с индии работ это кстати handcrafted in india то есть сделано вручную у индии вот классненько вот такая вот штука штука вот так мне куда-то надо положить или повесить ну ладно так вот он чек ну и она взяла на подарок знакомый хороший там подруги своей в общем вот такой вот подарочек они христиане и в таком в религиозном стиле та женщина она уже возрастная такая любит ну так как она вот такое вот любит это браслетик здесь но сценки иисус христос там всякие святые так божья матерь и все такое и кстати это серебро или не серебро стоит 35 долларов 35 вот это и вот такая вот цепочка с кулончиком просто у нее скоро день рождения и она и взяла вот такое тоже здесь такая божья матерь мне кажется это серебро 20 долларов стоит не вижу пробую проба в общем вот такое вот такая бюжутерия это на подарок браслет как бы будет комплекте и цепочка цепочка ну с кулончиком вот это вот 35 и и 20 55 долларов хороший подарок прям хороший так по фиджи максу все а ну еще она себе купила колечко но колечко она уже отдела и носите серебряная такое хорошая объемная даже показать вам ребят не могу ну и остались у меня покупки по доллар 3 которые по доллары 25 центов так ну что приступаем друзья сейчас покажу вам сначала что купила дочка в итоге она потратила 32 доллара по доллары 25 центов как-то жалко что подорожало по доллару как-то интереснее вот эту мелочь все брать ну во первых вот вот это просто вот такая емкость стоит доллара 25 для чего ну вот что-то ты рукодельничаешь сюда можно и нитки сложить клубочки или там можно положить пистолет и горячий клей там но такое уже у нас кстати черные вот это взяли серый серый на ну прошлый раз другом магазине мы были в этом магазине мы были первый раз очень большой магазин здесь у них ментаре два или три таких магазина и вот в этом мы были первый раз рядом с тиджи максом ну просто зашли и естественно там он оказался большой и кое-чего как говорится набрали ну давайте вот значит вот начнем с этой коробки в нее я просто буду складывать она купила вот две таких баночки по доллар 25 для чего ну во первых они красивые сами по себе а во вторых она говорит вот иногда когда встречается с подружками вот этот раз поехала чтобы вот не отдавать свои какие-то банки емкости для хранения которыми ты постоянно пользуешься как говорится вот такие одноразовые банки сюда положить допустим вот она увозила лимонной с сахаром да такие перекрученные и вот такую баночку вот наложил и как бы гостиниц ну мало ли чё там варенье или что-то такое отдал и забыл все ну это чисто для таких если куда-то для хозяйственных нужд чисто вот две баночки она купила так что еще она купила ну она купила батарейки батарейки это для ключей я сразу складываю две батарейки но каждая доллар двадцать пять вот панасоник так теперь здесь вот 10 лейкопластырь лейкопластырь и вот кончились дома ну вот для раны порезался или ожог или что-то в общем взяли это она купила так также купила салфетки вот постоянно на тоже их ими пользуются в машину вот такие салфетки не сильно большие доллар двадцать пять четыре штуки купила а вот ну когда они большие удобнее так теперь смотрите купила вот таких два набора ракушек не знаю что уже она собралась делать но я сейчас ничего не покупаю я еду домой поэтому в общем ракушки две упаковочки доллар двадцать пять бизнес бизнес это для крафтинга крафт ну как это называется так теперь она купила две вот таких рамочки я кстати тоже купила две рамочки видите сделано из фанерки сюда можно составлять фотографию можно ее как-то облагораживать можете покрыть лаком но это как говорится для творчества порукодельничать порукодельничать доллар двадцать пять кстати недорого недорого здесь по моему палочка для чего она как подставка на можно вот здесь дырочка можно вешать на гвоздик а нет это палочка вот вот эта палочка сюда вставляется и она ставится она ставится вот так ставится и вот так на стол вот так ставится вот но она купила две штуки что-то задумала делать так теперь давайте вот она купила разные алфавит трафарета тоже по доллар двадцать пять вот такой печатной и вот такой более более такой прописной два трафарета так также буквы вот такие для наклеивания это но это клеящийся это не трафарет тоже красивый такой такая расцветка часто бывает нужно там на какой-нибудь подарок приклеить так теперь вот такие буквы она взяла тоже две штучки вот приклеивающие я так понимаю приклеивающиеся вот она две штучки дела так ну и вот такая вот тоже самоклеивающиеся здесь разные надписи happy party hello happy birthday ну и всякие такие вот тоже куда-нибудь можно для дизайна вот это вот использовать вот такие вот теперь она постоянно печет и не то что на заказ но когда допустим подружки там просит она вот печет вот это вот такие вот свечки на день рождения можно зажигать красивые снизу золотая такая каемочка вот теперь вот такой вот тоже можно использовать для кулинарии в тортик втыкаете happy valentine day скорее всего нужно будет с подружками встречаться они ее постоянно просят чтобы она тортики пекла и она постоянно тортики печет они очень любят ее тортики и вот happy valentine day девичник устраивать ну еще вот такие штучки вот эти кстати я почему-то не видела классная на тоже сердечки вставлять можно и в маффины и все такая прелесть вот такие красивые сердечки тоже стоит 20 штучек доллар 25 книжных цветов так ну это она купила она любит такие конфетки там в этом доллар 3 и еда есть немножко и хозяйственные товары бытовая химия даже чуть-чуть одежда но там носки все такое но совсем там что-то одежда мне там не очень нравится но такие мелочи для ванны для туалета какие-то чашки ложки поварюшки но такое много одноразовые посуды недорогая стеклянная ну как бы за доллар 20 центов ну вот такие конфетки стоят доллар 25 75 грамм такие сосательный карамель молочная карамель ну и вот взяли мы на пробу терияки чикин это лапша внучка очень любит правда она делает и без приправы но она и заваривает и бульон то добавляет а это это ну в общем взяли попробовать не знаю здесь не лапша у них не очень нравится у них рамен ну до того безвкусный у нас в рамен вкусный в алмате и не знала здесь вообще безвкусный ну по-моему это не знаю терияки соус остро не остро не знаю в общем взяли две штучки на пробу теперь я вам покажу что купила я ну тоже опять же я довольно таки часто сюда приезжаю что-то как бы как говорится для творчества для чего-то поэтому тоже кое-что я купил и так я купила сникерс я люблю кстати с чаем по сникерсу раз так конфеточку сникерса сел менее сникерси и вот такой тоже маленькие размерчики вот такое вот такие я вот купила для себя и для мучки также купила лакричные палочки это вкус клубники вот мне не нравится знаете они похожи на что они похожи на пастилу я люблю вот так с чаем раз одну-две как бы с жевалами таки как бы сказать полужевательным доллар 25 это я купила для себя внучка кстати не есть дочка тоже не особо так я купила две ручки это я купила внучки так 1 вот такая форме рыбки она собирает ручки ей сын присылал с англии такой целый набор рыбок у нее всякие всякие разные ручки такие бывают она их вот так собирает ну вот такая вот ручка и вот такая здесь много цветов и вот она видите слегка блестящая но не знаю насколько она удобная просто она как бы такая для школы это им не годится по той причине что они пишут там все карандашами и если что можно исправить стереть у нас же в россии и в казахстане все пишут ручками вот а тут только карандаши все ручками они практически не пользуются в школе это я купила внучки ну маленький сувенирчик на день святого валентина так потом я купила вот такой шпателек шпателек но вот этот шпателек можно использовать знаете как и в кулинарии можно его использовать а можно использовать его вот для шпатлевки рисовать картины и что-то нового использует маленький когда надо по цементу по бетону по штукатурке тоже вот это я купила для как говорится для творчества так теперь я купила вот таких 120 гвоздиков здесь в домах стены такие какие-то фанерные втыкаются это гвоздики хорошо вот эти вот такие и можно что-то на них вешать декоративные типа по сезонам к праздникам они украшают там комнату дочь внучку украшает хэллоуину ко дню святого валентина другой декор к новому году третий декор в общем как бы так так что я еще купила смотрите какие яркие зеленые стразики в форме сердечек ну это я для творчества вы знаете там блокнотики расписывал расчесочки расписываю ну и вот я купила яркий такой зеленый цвет такие стразики дальше вот это я тоже купила для себя это такие маркеры 2 миллиметра не сильно тонкие и не сильно толстые в алмату повезу потому что там не особо некогда по магазинам ходить а вот ими я часто когда рисую я их использую и мандалы удобно рисовать и нейрографику удобными рисовать так что это я купила для себя и даже повезу в алмату вот так так вот купила вот такой наборчик ну вот когда рисую для для красок забивать вот что-то такое вот тампоны вот эти у меня в алмате есть так что это я здесь оставляю шпатель и вот это все я оставляю здесь так это я купила скотч внучки потому что она уже все измотала весь скотч она тут какими-то поделками занимается без скотч дома нам измотала поэтому в пилое так я купила ребят две расчески но я буду их расписывать две расчески доллар 25 качество хорошее хорошее так в основном допустим все джим макси такая расческа будет стоить но но файл белого можно купить за 5 долларов все джим макси тоже от 4 до там 8 10 долларов может стоить ну вот неплохого качества стоит это я купила расписывать естественно мне хлебом не корми дай порисовать поэтому я купила вот две расчесочки по доллару я считаю что очень дешевле было для я должна и на больше взяла я вообще их повезу в алмату вот их я повезу в алмату потому что я их там расписываю и потом дарю подружкам всем на какой день рождения на наш но не на 1 минута и на день рождения на праздники вот гости идешь расписал хороший презент так что еще купила я еще купила вот такую солнышку но тоже ребят это все я купила для точной росписи расписывать здесь буду рисовать сделано у нас такой прессованной фанерки в общем это я купила для себя для творчества так теперь вот такая вот интересная ну как бы тоже для декора детской комнаты я купила это к дню святого валентина вот это вот хохотом это у них на что там означает но тоже для того чтобы красить и расписывать хотя тут осталось уже два дня но сделаю будет наследщику даже даже оставлю пусть лежит вот в общем из такой фанеры выпиленная яду доллар 25 думаю это недорого также для декора я взяла вот такие сердечки их тоже надо ну как бы расписать покрасить что-то за декорировать можно их в общем вот такая вот ну на стену вешается в основном вот такой вот декор ко дню святого валентина тоже надо доделывать ну и последний я взяла себе такую тоже рамочку тоже ее хочу расписать расписываю я только точечной росписи вот сделаю не будет какой-нибудь приятный сувенирчик тоже также можно ко дню святого валентина или не только к дню святого здесь вставляется фотография ну вот так друзья вот сделала вам такой большой длинный обзор я потратила 22 доллара доллар 3 . 32 доллара потратили тоже вроде и ничего не купили вроде ничего конкретного такого не купили какой-то всякой ерунды но для творчества что-то так по мелочи но деньги ушли вот показала вам такие серьезные несерьезные покупки серьезного ничего нет в основном все такое несерьезное но для души в общем как говорится для удовольствия больше для удовольствия на этом все закончила свой обзор пишите нравится не нравится вам такие обзоры в общем на этом все друзья до скорых встреч пока пока и скорее всего уже видео такие болталочки будут выходить уже в основном с алматы в общем а там насад огород но естественно какие-нибудь творческие работы и все такое 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 в общем